День Города Вызов принят. После пандемийной паузы в сельские районы снова отправился поезд здоровья. Битва в поле, спортивное шоу в Барковских полях в минувшие выходные завершилось турниром по Панкратиону. Армейские международные игры в самом разгаре. За первую соревновательную неделю в семих конкурсах было установлено более 20 мировых рекордов. Большинство из них, 13, принадлежат российской команде. Еще 8 представителям КНР и Республики Узбекистан. В Рязани российские десантники тоже на первых ролях. Они первыми пришли в гонки патрулей и лидировали в этапах конкурса «Тактический стрелок». Соревнования «Тактический стрелок» — это, по сути, работа в боевых условиях. Локации на полигоне Сельца как раз специально для них подготовлены. Здесь уже был бой на болотах с нестабильной платформой под ногами, бой в здании. Сейчас бойцы отрабатывают бой в лесу. Стрелки из разных стран должны поразить мишени из автомата. Все как в реальности. Выстрелил, переместился. Ищешь новую цель. Наши парни после двух этапов лидеры состязаний. Дальше Казахстан и Китай. В личном зачете в тройке лидеров тоже российские стрелки. И 5 стартовала команда российских выборов. Тем временем десантники соревновались в так называемой гонке патрулей с ориентированием на местности. Команды по 5 человек выходили на трассу с интервалом в 10 минут, получив на руки лишь маршрут с контрольными точками на карте. Вот их как раз и надо было найти. Каждая команда в составе взвода должна была пробежать более 60 километров. По 20 на каждое отделение. Лучшие здесь тоже наши. Дальше был биатлон. Марш-бросок на 10 километров и стрельба из автоматов и гранатометов. Мишени для стрелкового оружия появлялись на 10 секунд на расстоянии 100 метров. Гранатометчики поражали танк в окопе на дальности 250 метров. Пробежали довольно хорошо по сравнению с тренировками. Трасса была сложная из-за грунта, потому что песок, ноги вязнут. Но после сегодняшнего дождя все поприбило и более-менее бежалось. Сегодня вообще сделали упор на стрельбу. Мы как бы бежали вообще даже не на максимум. Очередной этап десантного взвода – эстафеты отделений. По условиям упражнения две команды одновременно выходили на трассу в 2,5 километра, выполняя огневые задачи и штурмуя специализированную полосу препятствий для подразделений воздушно-десантных войск. И снова здесь была слышна гранатометная стрельба. Пошел. Лучшее время в эстафете у бойцов из Китая, Казахстана и России. Окончательное же распределение мест таблицы определит судейская коллегия после учета возможного штрафного времени и неправильного выполнения заданий. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани на полигоне Дубровича стартовал финальный и, пожалуй, самый зрелищный этап международного конкурса «Авиадартс-2021. Боевое применение». Экипажам иструбительной, штурмовой и армейской авиации предстоит выполнить пуски неуправляемых ракет и стрельбу из-за авиационной пушки. Бомбардировщикам уничтожить наземные цели, а летчикам военно-транспортной авиации десантировать грузы на точность приземления. Вот так эффектно это выглядит со стороны. А вот так – из кабины пилота. Боевое применение – самая зрелищная часть авиадарца. Прямое попадание в цель дает летчику максимальное количество баллов. Зачетная площадь в близости от мишени добавит очков в зависимости от удаленности к цели. Помимо наших сушек в полетах задействованы китайские самолеты «Джей», «Хун» и «Юнь». Проходят проверку боем. Тем временем вертолетчики провели свой конкурс – поисково-спасательные работы. По условиям задания ведущему экипажу предстояло визуально обнаружить точку поиска и при помощи лебедки выполнить спуск манекена на точность в квадрат 2 на 2 метра, а затем поднять его на борт, обозначив эвакуацию. Задача второго вертолета – обнаружить в заданном районе радиосигнал и максимально точно передать его координаты. Общее время работы вертолета в зоне – 12 минут. Ведущий экипаж оценивался по четырем элементам. Это время обнаружения объекта, правильность и достоверность выложенного на земле знака о необходимой помощи, время выполнения поисково-спасательных работ и точность опускания манекена в зачетный квадрат. Равных в этом упражнении не было ростовчанам. На транспортно-боевых вертолетах Ми-8 они набрали максимальное количество баллов – 120. Стоит отметить и экипажи Республики Беларусь, которые, по словам организаторов, показывают серьезный уровень подготовки. Конкуренция в номинации транспортно-боевых вертолетов – одна из самых высоких. Максим Васильев, телекомпания «Город». Поезд здоровья возобновил свой маршрут по сельским районам Рязанской области. Это специальный проект регионального Минздрава, когда врачи областных рязанских медицинских учреждений оказывают сельчанам первичную медико-социальную помощь. На этот раз врачи порадовали жителей Кораблино. Жители села Кипчакова Кораблинского района приезда врачей ждали с нетерпением. Своеобразная выездная диспансеризация – лучший способ выявить заболевания на ранних стадиях. Дальше – специализированное направление в больнице Рязани. Мы приблизили медицинскую помощь непосредственно к населению. У нас действительно возраст нашего населения уже за 60. И многие сегодня пришли, уже говорили большое спасибо, потому что здесь и врач-эндокринолог, которого у нас нет в больнице, и врач-невролог. Сейчас она у нас тоже несколько, уже второй месяц в отпуске. В районных больницах, как известно, есть определенная нехватка кадров. Да и оборудование для диагностики установлено не везде. Возрастная категория пациентов в селах и деревнях в основном за 60. Людям этого поколения сложно добираться до больницы и областного центра. Поэтому медики работают выездными бригадами. В Кипчаково местом встречи определили местную среднюю школу, где учебные кабинеты на время превратились в медицинские. Сегодня присутствует эндокринолог, главный внештатный специалист по эндокринологической службе. Также сегодня присутствует наш центр здоровья, где возможно оценить функции организма. И по результатам этого исследования уже направят к узкому специалисту. Врачи из областного центра работали в селе Кипчаково практически целый день. Все желающие смогли попасть на прием и получить нужные рекомендации и направления на обследование. Примерно около 60 человек. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала ТВ «Кораблино». РЗН «Пауэр Уикенд» – силовой экстрим, пауэрлифтинг и мировые рекорды. Спортивное шоу на Барковских полях в минувшие выходные завершилось турниром по панкратиону, который организовали бойцы известного рязанского клуба смешанных единоборств «Арта». Отличительная особенность – пять из шести боев завершились досрочно. С места событий – Марина Романюк. Этот бой длился всего 25 секунд. Илья Иманов из клуба «Арта» против Бахадирова-Храмова из Московской области. Настрой рязанца очевиден был невооруженным взглядом. Он вышел побеждать. Вчера вот с товарищем ездили в лесопарк и нарабатывали именно вот это движение «Фронткик» с разножки. И представлял в голове, что сразу поймаю гильотину. И вот, честно говорю, думал, что он именно у себя от него постучит. Так и случилось. Вот прям, ну реально, какой план был, так он и сработал. Ты анализировал соперника? Нет, я просто у соперника не было никаких боев, не видел, ничего не находил. Просто в голове возник план сделать какой-то красивый момент для зрителей, так сказать. И у меня, думаю, получилось это. В своей молниеносной победе Илья Иманов задал вектор для всего последующего турнира. Следующие бои совершались только досрочно. О подсчете очков речи не шло. Побеждали исключительно болевым или удушающим приемом. Примечательно, что один из боев был под угрозой срыва. В день турнира соперник Дмитрия Минаева из Рязани отказался от участия. И всего за несколько часов до начала мероприятия бой был спасен. Откликнулся претендент, давно не практиковавший бои. Впрочем, картины он не испортил. И все-таки настоящий накал страстей богатыри оставили на финал. Весовая категория 84 килограмма. Спиркин Илья, Рязань. И его противник Антон Лехмус из Пензы. Несмотря на, казалось бы, явное техническое превосходство рязанцев в течение двух раундов, победу одержал представитель Пензы, который чувствовал себя спокойнее. И просто ждал своего шанса. Все хорошо, мне понравилось. Соперник сильный. Стойки порубились. Классно, мне кажется. Чуть не вырубил меня в первом раунде. Представляете? Преимущество действительно было на стороне рязанского спортсмена. Что пошло не так, рассказал он сам уже после боя. Ошибки были, а все озвучены уже моими тренерами. Мне в углу, моими товарищами. Не было серийной работы. Очень летел, хотел нанести более ущербные удары. Поэтому, скажем так, бензин сел и вот что получилось. Десятый по счету турнир организованной клуба «Марта» – часть масштабного двухдневного фестиваля по силовому экстриму «РЗН Пауэр Уикенд». Силачи и жимовики ставили мировые рекорды, а вел мероприятие известный блогер, некогда главный стронгмен России Михаил Кокляев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 27 августа впервые в стенах Рязанского художественного музея состоялось открытие камерной выставки, посвященной 80-летию живописца Анатолия Преснякова. В экспозиции представлено более 40 работ, тщательно отобранных для рязанских зрителей. От индустриальных пейзажей Владивостока до камерных видов Калининграда, от курортных побережья Юрмала до Есеницкой Рязанщины – все это на века запечатлело гениальная кистью мастера Анатолия Преснякова. Тематическое раздолье творчества живописца было впервые представлено в Рязанском художественном музее. 41 произведение ознакомит зрителей с разными периодами творчества художника, музами его сюжетов. На этой выставке мы постарались вместе с сыном художника показать разные направления, грани творчества, его интересы. Здесь и стройки Дальнего Востока, здесь и пейзажи морские. Впервые выставлены акварели художника, он их никогда не выставлял, хотя работал как художник-акварелист. Здесь несколько рисунков, посвященных путешествиям на море, Рижское море, здесь и рязанские пейзажи. Творческая география мастера чрезвычайно обширна. Выходец из Рязанского художественного училища Анатолий Пресняков много путешествовал, черпая вдохновение в окружающих пейзажах. Польше занимался педагогической деятельностью, воспитав целую плеяду современных живописцев. Пошел по стопам отца и его сын Максимилиан Пресняков. Я в данном случае занимался отбором работ предварительно, и тут была у меня задача какая. Во-первых, показать некоторые работы, которые у него наиболее крупные. Во-вторых, показать новые работы, то есть не новые, которые он написал, а которые никогда нигде не демонстрировались. Дело в том, что у нас есть архив семейный. Я вот в последнее время занимался его оцифровкой, и большинство вещей уже у меня перефотографировано, как говорится, занесено в каталог. И дальше по ходу дела я, конечно, отбирал уже работу на эту выставку. К сожалению, на открытии выставки сам живописец присутствовать не смог. Однако художник – это не профессия. Это, как известно, призвание. Анатолий Пресняков продолжает творить, несмотря ни на что. И, возможно, в скором времени творец порадует нас новыми работами. Ангелина Никитина, Станислав Кудряшов, Сликомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова